итак по договоренности с настей она забрала 12 горшочков подростков азиатских орхидей к себе на подоконник у нее там очень хорошо всегда растут малыши у нее в комнате такая атмосфера хорошая а я у нее забрала 7 горшков от больших орхидей вот это вот колода тренку да вот такая вот красавица такой у него кустик красивый так сока лавренс красавчик на три цветочка цветет все растение взрослые вон его куст такой большой с корнями весь так это сока реликс они мокренькие их душу мало вот сока реликс такой красавчик вот его большая такая розетка горшки запотели так это я не вижу кто не вижу горшок запотел но тоже из сога вот у него цветонос у сога я никогда не отрезаю цветоносы пока они сами не отсыхают вот он процел и вот продолжение у него вот такое вот да тоже кто-то из них так потом вот этот красавчик и вот уже все узнали у меня на название память плохая но и лет мне много вот цветоносик выпустил такой тоже они все были куплены в один год в один день вот эти сога такой красивый очень красивый я его покупала вот за из-за этих вот варегатных листьев вот видите вот такая классная варегатность вот следующий вырос вот так вот поменьше уже а здесь вот совсем видите такой маленький ободок но у него все впереди так потом не забрала сюда вот это вот которые с точки роста вот этот тендернес это название наизуизна это вот моя орхидея она уже несколько лет у меня растет была куплена потому что я ее пожалела светоносом из точки роста так она и растет вон видно и да так у нее цветонос этот и никуда не девается и вот у нее там какие-то и листья нарастают вот у нее смотрите здесь вот вот был вот такой вот листик капюшончик она из капюшончика сейчас цветоносик растет насколько она мне три года да вот ничего с ней не делается так она и цветет в этом листики какие-то ложные детки так что я еще не забрала что еще не забрала да вот этот кстати посмотрите как расцвел красиво я его не показывала это солюс фрагринс сайте какая прелесть сеть какая прелесть вообще вот такой вот крыса еще и у нее дендер забрала как он называется террасамбо тоже клёвый что я еще забрала но не сюда поставила на нижнюю полку вот туда вот я поставила на нижнюю полку кого-то не помню вместе с террасамбо но еще вот так вот теперь у меня вот так я же говорю я очень люблю любоваться на свои цветущие орхидеи простого к насте у меня нет возможности постоянно как бы заходить и разглядывать да у нее свои девчачьи дела но вот это вот конечно это прелесть так что вот так вот и мартин мартин у него вот у него два цветочка сейчас вот мартина он он выпустил еще один цветоносик он конечно у меня такой его скоро делить буду вам ведь у него какая ерунда творится вот то есть я разделю и у меня пенечка останется на детку вот когда крышочки вот эти вот подрастут которым выпустил вот я его разделю будет у меня еще один лишь горшок вообще но не знаю может с кем-то поделюсь вот он так нормально себя чувствует вот листик новый вырастет ну вот вот такая вот красота сейчас мы перейдем к к обзору новой орхидеи наверное после вот этого сюжета здравствуйте друзья и подписчики моего канала я получила долгожданную посылку уже начала ее распечатывать чтобы долго не показывать этот процесс это посылка от натальи королевой из москвы москву вот она моя орхидейка сейчас я буду доставать и причитать потому что кто живет в московском регионе значит знает на сколько у нас сегодня переменчивая погода то есть не пойми что творится то есть сначала светит солнце минут 15 потом начинается штормовой ветер идет дождь и вот в таких условиях я входила получила посылку причем такой ветер не по-детски шквалисты я еще говорил вас насти ходили насти говорю как у нас как или нанесло и когда я получил мы получили эту посылку и уже шли обратно домой опять попали в дождь и представляете случилось случилось нечто сейчас я включу телефон на зарядку мне показывает я не зарядила это я кстати я вот пришла домой легла полежать потому что мне как было не очень комфортно я усунула этого сейчас уже первый час ночи я пришла домой и мне приходит оповещение о том что мне пришла еще одна посылка хотя я интересовалась на почте мне еще должна быть одна посылка ну там не посылка там бандероль посмотрите нет ну как не бывает да что я ушла и вдруг посылка появилась значит она была на почте ну просто еще не было оформлено окно завтра придется опять я как всегда начинается день сурка я выспалась теперь буду полную ночь ублюдить я слышу он у нас жизнь какая-то происходит до соседей выше соседей звуку так все ура сейчас мы посмотрим что это за ортидея один цветочек отвалился так так поставлю вот она это орхидея половче и это сделать вот она это орхидея так как господи дайте вот так вот покажу вот это surf song очередной но не знаю как бы зачем я это сделала хотя у меня есть фона потом surf song но я решила еще купить на потому что я наверное я тут свой большой surf song огромный который я его таки его продам просто реально просто не вписывается в рамки моего стеллажа потому что на растение реально огромное это это доставляет некие неудобства и мне и соседним орхидеям которые стоят рядом с этим монстром у меня нет таких условий чтобы держать такую огромную орхидею еще так что возможно ближайшее время после того как сниму карантин сети что я даже запахалась честно слово так сейчас я присяду на стульчик и ноги заболели вас грехи мои тяжкие так отлежала нанеси ноги ну что посмотрим вот в таком горшочки упаковки находятся орхидея да сейчас есть ну вот эту бумажную штучку юбочку так будем смотреть корни ну что я вам не сказать его не сказать что корни бомбе зная реально бомби а че так темно что у нас здесь темного потемнело все нет не нравится сейчас я извините выключу и включу ну конечно все выключил вспышка выключилась я вам здесь показываю черно-белый мультик так ну что вот давайте посмотрим эти какие классные корни это раз эти какие клевые корни полный горшок корней естественно я буду пересаживать я не буду томить не сразу ну вот может быть завтра послезавтра во вторых сайте какая розетка ну сурсунги они конечно отличаются количеством листьев и массой до своей но это малыш так скажем это подросток сурсунга в отличие от моего слона который сложил занимает перекормыш вообще как я называю волшебник недоучка который ленивая зажрался сегодняшнего дня не сдала вопрос одна из подписчиц что значит на выгонку цветоносов вот я и ответил так это значит создает такие в кавычках невыносимые условия содержания то есть меняю абсолютно радикально условия содержания то есть меняю температуру содержания на кухонном стеллаже про который шла речь в предыдущем видео я говорил что я уношу орхидеи на кухонный стеллаж потом приношу их комнату когда они выдают цветоносы там условия содержания совершенно другие там значит у меня получается на 5 градусов ниже то есть если вот здесь вот в комнате у меня днем 22 24 ночью где-то 1921 то на кухне там намного прохладнее там стеллаж стоит прямо около окна кухни меньше размером стеллаж стоит около окна естественно там ночью прохладнее это опять же в условиях отключенных батарей и я ставлю орхидеи на просушку то есть я не кормлю не поливаю то есть вот вот до таких корней они там стоят орхидея стоит потом я ее поливаю жидко разбавленным удобрением замачиванием сливаю опять ставлю и вот так вот до тех пор пока она не зацветет нравится им это или не нравится у меня старшая дочка делает более радикальные вещи она выставляет орхидеи на балкон и вот тоже так просушивает не поливает у нее замечательно орхидеи то есть она это называет наказанием хотите это в общем так смотрим дальше вот значит здесь вот это вот такая же бирочка как на упаковочке ну и вот собственно он вот он этот сурсонгистый такой вот симпопушный весь перламутровый видите он переливается до красавчик у него вот такая красота здесь что-то грунтик или вот такие зеленоватые риски и конечно хочет пить очень хочет пить я прям сейчас его напою не буду я вот это вот что-то ждать выжидать хотя он у меня лежал уже в коробке сейчас я его буду вместе с вами поить мы это сделаем быстро странная техника живет вообще своей жизни выключается переключается так значит что я делаю я налила водички значит уже говорила в условиях отключенных батарей отстоянная вода совершенно не температуру то есть она становится ледяной и ледяной водой мы орхидеи не поливаем вот значит я беру вот такую мирную кружку и на 200 миллилитров горячей воды из чайника я добавляю 400 миллилитров воды отстойной получается очень комфортная водичка холодной водой мы орхидеи не поливаем чтобы потом не было мучительно больно почему орхидея гноит корни ни в коем случае в переходный период то есть вот такой когда батареи отключены не поливаем холодной водой ни в коем да и вообще ни в какое время не поливаем холодной воды орхидеи не любят когда их поливают холодной водой вот я налила вот водичку эту тепленькую и сейчас по краешку вот так вот вот ведь я поставила в кашпо вот такой не кашпо в такой мульти боксик и вот сейчас я по краешку вот так вот аккуратненько его полью чужим так хочет пить бедный даже цветочки бросил но вот так по краешку аккуратненько вот так вот хороший сейчас он напьется маленький будущий слоненок вот сурсонги они конечно они отличаются тем что они вырастают в огромные растения ну этот у меня будет молоденький я люблю новеньких молоденьких как в песне а я люблю военных красивых здоровенных да все я сейчас покажу вам всего-то чуть-чуть до полила то есть воды у меня ушло 200 миллилитров всего вот вот столько у меня получилось мульти боксики но маленький да если вот сравнивать с двенадцатым горшком и посмотрите как сразу крышочки позеленили верите то есть вот наверху ешь по краешку поливала вот так учат буквально вот ну 5-10 минут так вот постоит тепленькой водички малыш мой папа пьет цветочки своих немножечко поднимет но здесь потразмировались конечно ну да присылать цветущие орхидеи это конечно это подвиг знаете я вам скажу это подвиг но боксим я буду ждать что у нас здесь с почками у нас почки есть хорошие вот здесь кстати почка видно ли вам здесь почка вот смотрите вот эти она проклюнулась а здесь что у нас проклюнуть и здесь у нас хорошая почка у веток вот так вот и вот эта почка что ж такое вот эта почка хорошая вот то есть здесь вот возможное продолжение будет цветение а возможно я посмотрю здесь вот бутон тоже продолжение но еще раз повторюсь это подросток вот как бы кто не говорил я я могу отличить подросток от взрослого растения то есть ну на горшке ничего не написано но максимум вот при тех условиях которые их тоже между прочим ставят на фермах на выгонку там где их выращивают то есть их стимулируют специальными препаратами которые нам неизвестны же они очень быстро быстро врастают но я не знаю сколько этому ну вот наверное вот этому малышу после высадки из фласки потому что они там растут просто караул как быстро вот если судить по орхидеям всем известной фермы которую я периодически так говорю о ней это ланит вообще чемпионы по выращиванию орхидей превращение их из малышей мутантов ну вот совершенно юношеский цветонос вот этот вот да он такой тоненький и нежненький вот это тоже да он тоже как бы угол из взрослые сурсонги они поймут о чем я говорю у них потому что цветоносы толстые и высокие довольно таки да это малыш малыш он нежный весь листики нижнюю чие такие прямо салатовые и очень покладистый вон у него новый листочек растет вы видите да вот новый листик у нас растет не прикольно растение я очень рада спасибо наташа игорь спасибо ребят вы порадовали тетю наташу спасибо вам большое и спасибо вам мои дорогие зрители за такие комментарии приятные вот по предыдущем видео я почитал ну вас всегда мне вот мне кто кто мои постоянные зрители они кто пишут комментарии они пишут мне очень хорошие комментарии я думаю я заслужил такое хорошее отношение потому что все вы знаете что я человек очень добрый я оптимист я абсолютно не злая и всегда стараюсь преподносить вам материал то есть ту тему которую я назначил на то или иное видео но доступна для вас форме без всяких научных изысканий так сказать то что у меня нет биологического филологического образования и я вот без всяких вот этих вот поворотов словесных стараюсь с вами разговаривать в обыкновенной форме то есть все по-домашнему ой дорогие мои все на этом я буду с вами прощаться еще раз повторяю сейчас ночь половина второго ночи вот такие вот дела так что москва привет ночная я сейчас кстати смотрел окно там так прикольно фонари горят знаете похоже даже если не смотреть на зеленую траву на цветы которые у меня растут полисадники что творится в полисаднике у меня я сегодня искала нас у меня еще никогда такого не было чтобы у меня лилии в мае месяце садовые лилии вот которые не такие желтые рыжие а вот сортовые которые в таком размере были то есть они уже реально уже вот прям вот вот готовы к цветению хотя время их цветение это совершенно туда отдаленно конец июня начало июля и даже вторая половина июля вот бывает так сейчас уже все растения там у меня и колокольчики что там творится вообще зарастали стежки дорожки надо там немножечко прорядить потому что немножечко обострение у сорняков ну в общем влажно так сыра каждый день идет дождь конечно для сорняков и американский клён растет как на дрожжах вот я говорю росли вот так культурные растения с такой скоростью вот все видите вот такая вот милота и красота до свидания мои дорогие желаю вам крепкого здоровья душевного спокойствия оптимизма и огромные радости всегда живите на позитиве знаете говорят добрый человек он дольше не стареет это посту поскольку я сама возрастная дама да многие знают сколько мне лет и стараюсь чаще улыбаться мне даже иногда говорят мои знакомые с уж ты всегда с улыбкой ты как-то я очень редко когда сдвигаю брови да тогда но бывает бывает у меня да тоже не без этого но в основном я улыбаюсь я стараюсь улыбаться и чтобы но не огорчать людей чтобы жить солнцем в душе и на небе чего я и вам желаю чуть меня затянулась и рада до свидания мои дорогие всегда ваша бокова наташа